Гонору дать старт международному аутомарафону сё лето удостоенный юбилейный могилёв. Минавито Атюль распашинае свой рух аутоколонна спортсменов-аматоров, членов Ассоции ДСААФ. На Буйницким поле собрались и не только удельники марафону. Александр Саиш удельничая у аутопробегу не у першиню, каже, гэта заусёд и гонорова. Это патриотическое, с одной стороны, так, с точки зрения участвует. Мы хотим привить любовь к молодёжи, память этих стариков, почтить память стариков, ну и показать нашу школу. А вот Сергей Волков и Александр Мавдалу новички у марафонии лечат, что гэта добрая максимальность продемонстровать, что такое ДСААФ. Интересно новое что-то посмотреть, поучаствовать, себя показать. Мы готовим патриотов ДСААФа и Родины, обучаем вождению всех категорий, приходите к нам учиться. Подкреслится бруски от Досина народу Белоруссии и России одна из идей аутомарафону. Тому одночасово таки же аутопробег стартовал и у российским Волгограде. Это, ну не просто проехать по городам и показать себя, а, в общем-то, привлечь внимание к нашей великой победе, к нашему историческому прошлому прекрасному. Чтобы молодежь не только приходила на эти мемориальные комплексы и смотрела как на обелиски, а знала о том, что там захоронены наши воины, погибшие во время Великой Отечественной войны. И чтобы эта история, которую преподают им в школе, не только они запоминали ее из учебников, а в действительности, чтобы они видели и знали о том, чем мы занимаемся. За 10 дней удельники марафону наведают большим 20 городов Белоруссии, у кожным зих пройдя памятный митинг. Другий этап аутопробегу возьми старт 21-го жнюня. Автомобилисты из Витебска отправятся у Смоленск, а финишуя марафон на территории историко-культурного комплексу «Линия Сталина» у Минску. Алина Милюшанкова, Миколай Соболев, Новины региона.